МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиции – очень важная часть каждой нации. Они помогают свести прошлое с настоящим. Традиции и обычаи армян имеют историю столетий. Сегодня армяне продолжают строго соблюдать религию, культуру, а также такие многовековые национальные традиции, как прочность брака, почитание старших, крепость родственных связей, взаимопомощь и гостеприимство. Армяне немного темпераментны и вспыльчивы, но при этом открытый и добродушный народ, известный своим гостеприимством. Обо всем подробнее расскажем сегодня в программе «Самара многонациональная». В Самаре прошел открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сютокан-карате. С каждым годом за победу борется все больше спортсменов. В этом году в соревновании приняли участие 170 школьников в возрасте от 6 до 14 лет из спортивных школ Самарского региона, соседних областей и республик Приволжского федерального округа. Трудно переоценить значение этого мероприятия не только в спортивном, культурном воспитании наших детей, нашей молодежи, но и в укреплении дружбы народов. Потому что в спортивном клубе «Карс», да и во всех других спортивных клубах, которые сегодня принимают участие в клубке, занимаются дети из разных семей, из разных народов, разных футболических, профессиональных групп. И вот с малого возраста укрепления между ними братских, теплых отношений, мы считаем, очень важны. А именно это мероприятие, оно уникальное по своему роду, потому что в 2019 году это же мероприятие носило формат турнира Самарской области. Сейчас уже турнир Приволжского федерального округа. Огромное количество спортсменов, огромное количество детей, и армянская община, которая организует все дело, она все это делает еще и в ключе, не просто спортивном, а в ключе единения народа. Потому что здесь присутствуют разные национальности, разные ребята, и всех их объединяет одно, объединяет спорт. Сютокан – один из самых популярных стилей карате. Принцип этого вида боевых искусств основан на ведении боя сразу с несколькими противниками. Стойкие, низкие и широкие удары руками мощные и реверсивные, с включением в удар бедра. Поэтому судьи в первую очередь оценивают технику выполнения движения. Целью открытого кубка по Сютокан-карате «Союз народов» стало не только выявление талантливых спортсменов, но и укрепление отношений между представителями различных национальностей. Они же люди разных национальностей. Это с самого детства друг друга будут знать, будут вместе расти. И это для меня важнее всего, честно, да, важно, само составляющее спортивное, конечно, но важнее всего это отношение. Важнее всего понимание друг друга. Организаторами открытого Кубка Приволжского федерального округа «Союз народов» по Сютокан-карате стали администрация городского округа Самара, Самарская региональная общественная организация, Армянская община, Союз народов Самарской области, спортивный клуб «Карс». Соревнования это воспитывает воля детей, духа по его, настрой. Здесь формируется характер у детей. Да, на тренировках есть, когда дети занимаются, учатся, а на соревнованиях уже показывают себя с другой стороны. Поэтому очень важно, чтобы дети выступали на соревнованиях и показали боевой характер, боевой дух спортсмену. Спортивный клуб «Карс» более 9 лет осуществляет деятельность в области обучения техники и тактики карате до Сютокан для детей в возрасте от 3 лет. С 2017 года «Карс» входит в состав Самарской региональной общественной организации «Армянская община», развивая спортивное направление организации. Клуб является неоднократным участником, победителем и призером различных городских, областных и международных соревнований. Вид спорта прекрасный, мы с большим уважением относимся там, потому что и психология, и уважительное отношение к окружению, к своему здоровью. И поэтому ветераны тоже покажут свое мастерство после основной части турнира. В 2019 году «Карс» совместно с Армянской общиной и региональной общественной организацией «Союз народов Самарской области» успешно организовал соревнование Кубок «Союз народов», объединив единым спортивным духом более 120 участников из разных районов Самарской области. Я как председатель Союза народов Самарской области очень и очень ценю вместе со всеми руководителями национально-культурных объединений вот данный проект, данные соревнования. И огромное-огромное спасибо организаторам данных соревнований, организаторам, что столько сил, столько времени вкладывают, ну просто огромное-огромное им спасибо. Организаторы уверены, что важно не только поддержание спортивного духа, выявление самых подготовленных и талантливых спортсменов для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях, но и укрепление отношений представителей различных национальностей, проживающих на территории нашего региона и соседних областей. Я хотел бы выразить благодарность основному инициатору проведения этого турнира. Это руководитель спортивного клуба «Карс» при армянской общине. И должен сказать, что его идею сразу поддержали и руководство Союза народов Самарской области во главе Росислава Растовича Фугаева, и, конечно, наша организация. Также и администрация городского округа нам оказала серьезное содействие в проведении этого мероприятия, за что мы благодарны. И, конечно, поздравляю всех участников, организаторов с проведением этого турнира. Желаю всем успехов, новых достижений, в спорте и вообще в жизни. Важное значение имеет также популяризация и дальнейшее развитие «Сютакан-карате» в городском округе Самары Самарской области, привлечение жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни. Любое спортивное мероприятие, которое проходит в нашем городе, очень, безусловно, важно для нашего департамента, для города в целом. Потому что любое спортивное мероприятие привлекает наших жителей, привлекает наших детей к занятиям спортом, делает нас здоровее, сильнее, быстрее, выносливее. В следующем году организаторы хотят вывести межнациональный турнир «Союз народов по «Сютакан-карате» на всероссийский уровень, чтобы выявить самых лучших каратистов страны для выступлений на международной арене. Мы хотели в этом году уже переместить формат в международную категорию, пригласить участников уже из Казахстана, из Белоруссии. Но вот тоже, видите, пандемия внесла свои коррективы. Но мы надеемся, что, во-первых, мы сохраним ежегодный формат мероприятия, во-вторых, мы с каждым годом постараемся расширить масштаб, географию и количество участников мероприятия. Спасибо, музыка, тебе! Фестиваль с таким названием прошел в столице региона. Он объединил представителей различных национальностей. Жители города смогли познакомиться с многообразием музыкальных жанров и особенностями звучания национальных инструментов от корейских барабанов до армянского дудука и башкирского курая. Музыка, которая объединяет людей разных национальностей. Второй межнациональный фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!» приурочили к 170-летию Самарской губернии, 60-летию полета первого человека в космос и 30-летию возвращения в Самаре исторического имени. Фестиваль прошел при поддержке администрации городского округа Самара. Его инициатором и организатором выступил Союз армянской молодежи при Самарской региональной общественной организации «Армянская община». Конечно, проведение этого праздника имеет огромное значение именно в первую очередь, потому что это носит формат межкультурного общения, межэтнического общения. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие еще больше укрепит наши теплые, дружеские, братские отношения между народами, проживающими в городе Самара, Самарской области, да и в России в целом. Армянская община в Самаре – это сохранение национальной самобытности. Языка, культуры, традиций – для этого делается немало. Общины организовывают многочисленные праздники, концерты, мероприятия, отмечают практически все национальные праздники. И наша армянская община объединяет вокруг себя людей неординарных. Это в первую очередь молодые люди. Это в первую очередь молодые музыканты, исполнители. Люди неравнодушные. Люди, за которыми будущее. Эти люди, эти молодые представители нашего самарского сообщества станут родителями и приведут своих детей на подобные мероприятия. И те также будут погружены в атмосферу межнациональной дружбы. Участниками фестиваля стали творческие коллективы национально-культурных центров города, студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры и музыкального училища имени Шаталова. Музыка, конечно, очень важна в жизни каждого человека, каждого народа, каждой национальности. И нужно сказать, она у каждого народа уникальна. Потому что у каждого есть свой уникальный музыкальный инструмент. Перед началом концерта посетителям была представлена выставка национальных музыкальных инструментов. Жители города смогли ознакомиться с их особенностями и услышать, как звучат барабаны дудук и башкирский курай. Звук дудука, да, это такой исторический, национальный, армянский инструмент уникальный, духовой, который сделан из абрикосового, из ветки абрикосового дерева. И нужно отметить, что действительно, вот он передает, вот все милизмы, он передает, наверное, душу армянского народа, да. Особенность этого мероприятия именно в том, что здесь происходит некий сплав, сплав разных национальных культур. Но и в то же время мероприятие, концерт, не замыкается только на народной культуре. Здесь мы видим объединение народных мотивов, народного творчества и творчества классического. На сцене царила атмосфера праздника. Улыбки и аплодисменты стали наградой и подарком для всех, кто отмечал Международный день музыки. Среди разнообразия исполнителей в музыкальной палитре фестиваля каждый выделил для себя произведение, которое было созвучно его настроению. В музыке мы все благодарны за то, что она действительно очень творит большие чудеса. Нужно сказать, духовно развивает человека. Это очень важно, патриотически, духовно. У нас, мы хотим показать своим фестивалям разные жанры вести музыки. От национальной до классической музыки. От джаз-полка до джаза. Именно такого классического джаза. Музыка сегодня способ творческого самовыражения людей. Их культурных традиций, религиозных обрядов. В музыке, как в зеркале, отражается жизнь той или иной нации. Музыка всегда, словно незримыми нитями, связывала людей разных национальностей и вероисповеданий. И помогала им понять и поддерживать друг друга. Мы соединяем наш этнос с мировым музыкальным наследием. Таким образом показывая, что музыка не имеет границ, что музыка не имеет определенной национальности или языка, что мы все едины, и посредством музыки мы объединены. В концертную программу вошли вокальные инструментальные композиции. Их авторами стали музыканты из различных национальных общественных организаций. Особое внимание зрителей было обращено к нашему краю, его культурно-историческим ценностям. Со сцены ДК «Заря» на большом экране транслировались видео и фотоматериалы из хроник истории Самарской губернии, в том числе по теме «Самара космическая», отражающий вклад каждой национальности в развитие региона. Это не просто концерт, это прекрасная возможность услышать мелодию звонкой души Армении и слиться воедино с ней. Музыка – это вообще самое, что она есть, прекрасно у нас. И это остается всегда с нами, с творческими людьми. И поэтому спасибо им, что они, в общем-то, берут на себя инициативу и приглашают нас. В общем-то, мы участвуем, принимаем участие, тоже радуем зрителям. Данный фестиваль – яркий пример творческой и многонациональной дружбы народов, проживающих на территории города Самара и Самарской области в целом. С каждым годом программа и тематика становятся более разнообразны, доступны для восприятия детской аудитории, интерес которой продолжает расти и крепнуть. Моя старшая дочь поет в армянском, получается, коллективе. И вы знаете, я так благодарна за то, что она находится в этой среде, вот даже, когда мы присутствуем на этих мероприятиях, потому что именно этот народ учит правильному отношению женщины к мужчине. Именно здесь я чувствую, как женщины умеют смиряться рядом с мужчиной, как они умеют сделать паузу и выслушать, как они умеют все-таки главенствующую роль отдать мужчине, делая это с удовольствием, с уважением, и при этом все-таки оставаться собой, раскрываться, заниматься музыкой. Это очень здорово, поэтому это всегда очень интересно, и за этим интересно наблюдать, интересно слушать, интересно это вкушать, смотреть. В общем, я считаю, что это очень важно, когда происходит такая дружба совместная, музыкальная, творческая. Все это служит достижению главной цели фестиваля – ознакомлению самарцев с историей, традициями, бытом и искусством народов, проживающих в Самарском крае. Субтитры подогнал «Симон»